На саммите Европейского Союза в Брюсселе находится наша коллега с настоящего времени, Заряна Степаненко. Известно, что основные темы саммита 23-4 июня в столице Бельгии это война в Украине, российская блокада вывоза зерна из украинских портов, а также предоставление Украине статуса кандидата. Подробнее про обсуждение европейских лидеров расспросим у самой Заряны. Заряна, рада вас приветствовать. Пожалуйста, и вам передаем слово. Интересно от вас узнать последнюю информацию. Приветствую, коллеги. Ну, действительно, целый важный ряд вопросов обсуждали на саммите европейские лидеры. Это был очередной саммит, но именно все было как обычно, по сути. Тот же город, Брюссель, столица Европейского Союза, то же здание, Европа-билдинг. И, в общем-то, такие саммиты дважды в год как минимум проводятся, но именно к этому со стороны Украины было приковано максимальное внимание, потому что он являлся историческим, по сути, как для самой Украины, так и для Брюсселя, так и для каждой отдельной взятой столицы стран-членов Европейского Союза. Дело в том, что историческое решение было принято на этом саммите, и подобных решений не принималось в течение последнего десятилетия. Предоставили статус кандидата Украине и Молдове. Грузии не предоставили, поскольку есть претензии к ситуации с демократией сейчас в этой стране. Что касается Украины и Молдовы, в принципе, коллеги, я вам скажу, что интриги как таковой не было, потому что еще за несколько дней до саммита заявили лидеры, что есть консенсус, есть согласие. То есть это не так, как мы помним, было с нефтяным эмбарго, которое блокировало Венбрия, и которое из-за этого, собственно, тормозило до последнего. Из-за этого европейские лидеры не могли его ввести, потому что здесь действует правило консенсуса. Если хотя бы одна страна, член ДЕС, не согласна с решением, которое принимается, соответственно, это значит, что решение блокируется в целом. Вот ничего подобного касательно статуса кандидата мы ожидать не могли, поскольку еще заранее было сказано, что все согласны его предоставить. И, в принципе, еще до начала саммита Шар-Мишель, приехав в здание Европа-Билдинг, он сказал, что уверен, что Молдова и Украина сегодня статус получат. Говорили также о реформах, которые следует воплотить Украине, потому что мы знаем, что действительно до последнего, тем не менее, была эта интрига, достигнут лидеры консенсуса или нет, поскольку было как минимум три страны в Европейском Союзе. Это Швеция, это Дания, это Нидерланды, которые придерживались такого сугубо делового подхода. Им казалось, что Украина недостаточно реформирована, что ей нужно еще двигаться вперед, что ей нужно заниматься своим прогрессом в плане воплощения европейского законодательства, имплементации норм и правил жизни ЕС в Украине для того, чтобы, соответственно, этот статус заслужить. Но здесь разумный компромисс, в свою очередь, нашла Европейская комиссия. Еще 17 июня она предложила вариант такой. По сути, она изобрела новую формулу, потому что на таких условиях статус кандидата еще ни одной стране, которая сейчас его имеет или которая имела в прошлом, а сейчас уже является членом Европейского Союза, еще не предоставлялся статус. Вот так. Формула заключается в чем? Что обычно, когда предоставляют статус кандидата, сразу же начинаются официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз, но не в случае с Украиной и не в случае с Молдовой. Соответственно, мы ее, в принципе, в одном пакете. И ситуация заключается в том, что сначала Украина должна воплотить ряд условий от Европейского Союза. Это были условия стран-скептиков, и разделены они на условные 7 блоков. И там, в частности, есть борьба с коррупцией, также борьба с отмыванием денег. Законы о защите прав нацменьшинств надо также принять. Наши источники, кстати, в дипломатических кругах есть, говоря, что на этой норме настояла Венгрия. Ну и также нужно воплотить судебную реформу и бороться с отмыванием денег. Это тот ряд реформ, которые от Украины, соответственно, ждет Европейская комиссия, ждет весь Европейский Союз. И пока Украина это все не сделает, до тех пор не будут начинаться переговоры о вступлении официально. Насколько справляется Украина с этим домашним заданием? И, кстати, когда уже объявляли вчера официально об этом решении, вот Шула Хандерляен еще раз подчеркнула, что реформы обязательны и что домашние задания в Киеве должны сделать. Здесь, в принципе, понимают, что до конца этого года, а именно в конце 2022 Еврокомиссия сделает первую ревизию, насколько Украина справляется с этим домашним заданием. Может не успеть Украина до конца этого года. Это не такой вот железобетонный дедлайн, который нельзя нарушать. Будут позже и другие оценки. Но вот Украина рассчитывает, что до конца этого года она справится. И, возможно, даже и быстрее, заявляла вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Также Урсула Хандерляен надеется, что Киев будет двигаться быстро. Она об этом верит, она об этом сказала вчера на пресс-конференции. И также Эммануэль Макрон, который вышел вместе с Урсулой Хандерляен и Шарлем Мишелем объявлять об этом историческом решении, он говорил, что это мощный сигнал поддержки от Европейского Союза не только Киеву, но и также Москве. Между прочим, да, прокомментировали сегодня в Кремле предоставление Украине статуса кандидата. Мы сказали, что это внутреннее европейское дело, лишь бы не было из-за этого проблем у России, не уточнив, соответственно, что именно Россия в этом случае может расценивать как проблему или угрозу для себя. Если говорить о Киеве, там очень обрадовалось все украинское политическое руководство. И также украинцы обрадовались тому, что Евросоюз предоставил статус кандидата, что таким образом он, по сути, официально признал, что Украина является частью европейской семьи и что у них общее совместное будущее. Владимир Зеленский сегодня даже сравнил это с помолвкой, сказал, что это, в общем-то, уже официальное признание того, что у Украины и у Евросоюза все серьезно. Мы знаем, что действительно вот семь пунктов реформ Украина должна выполнить, тогда только можно будет говорить о следующих шагах. Но уже сам факт, что Европейский Союз в итоге преодолел скептицизм отдельно взятых стран и что он решился послать этот мощный сигнал поддержки Киева и уже говорит о том, что здесь всерьез рассматривают Украину как часть своей семьи. Заряна, спасибо вам огромное, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. И спасибо за такую подробную информацию. Я напомню, что наша коллега из настоящего времени, Заряна Степаненко, была на прямой связи из Брюсселя, Бельгии.